Интервью с капитаном, игравшим сегодня командой Джалом Роджером. Джал, к сожалению, в отличие от предыдущей отборочной игры, вы сегодня потерпели поражение от телезрителей. Скажите, что по вашему не получилось? Я думаю, что не получилось все-таки сыграться. То есть с предыдущей игры, если вероятнее всего зрители заметились, я пытался перестановками игроков тоже какие-то пробелы забить, но, к сожалению, сыгранности не получилось. По ходу игры, наверное, зрители обратили внимание, что в основном с обсуждением было взято. Фактически никаких вопросов не было взято. Все наши ответы были построены на версиях, которые дознаки давали на первой минуте. Секунду вы меняли в виду. Да, на первой. Джал, вы перед сегодняшней финальной игрой поменяли рассадку игроков. Скажите, вот с чем было связано ваше такое решение? Вас не устроило что-то две недели назад? Честно говоря, я видел, что, скажем так, ребята, которые сидели на своих новых местах, чувствовали себя не очень комфортно. Это давало лишнюю нерву... симулировало лишнюю нервозность. И я решил все-таки ограничиться пересадкой Анара Азимова фактически с Орханом. По сравнению с нашими предыдущими рассадками. Поэтому фактически Фуат, Эльнур и Анара были на тех местах, на которые они давно привыкли играть. Ну, не знаю, насколько рассадка повлияла на сегодняшнее поражение. Но я думаю, что в этом уже, по такой же рассадке мы будем играть осенью. Скажите, можно ли упомянуть вопросы в качестве одной из причин того, что сегодня проиграли? Честно говоря, вопросы были как легкие, так и трудные. Но я думаю, что был самый явный ляп. Это с Бояриной Морозовой. Честно говоря, за такие вопросы иногда бывает... Ну, наверное, будет очень обидно завтра, когда все переосмыслят, что произошло сегодня. Но были некоторые вопросы, которые мы должны были брать. Такие, как мяч для гольфа, та же самая Борода Беккера. Я думаю, даже два вопроса могли бы серьезно изменить расклад. Джал, скажите, в каких компонентах игры вы будете прибавлять? Как вы считаете, что необходимо прибавлять перед осенней серией, чтобы уже сыграть на другом уровне качеством и победить в финале? Честно говоря, здесь больше... Я не думаю, что здесь надо получится прибавить знаниях. Но здесь больше индивидуальная работа каждого знатока. Да, скажем так, давать больше одной версии. То есть пытаться придумать, генерировать версии, потому что, к сожалению, в этой игре большинство обсуждений зацикливалось вокруг одной, максимум двух версий. И фактически отбирать, кроме вопроса про четвертую стену, фактически в других вопросах такого возможности отбора из двух равноценных версий не было. Всегда была одна версия, которая превалировала, и не было ей равноценной замены. Джал, вам большое спасибо за участие в весенней серии, за яркую, интересную игру. И мы с вами за игром столом увидимся уже осенью. Ну, а я хотел вас спросить по поводу летней серии. Ваш прогноз. Какая команда будет играть в финале? Напомню, это команда, претендент, это команда Нарджа Фли, команда Иселя Гаева, Ровшана Аскерова. Кто, по-моему, будет играть в финал, и кто победит? Телезрити или Зантаки? Я думаю, что если Ровшан немножко убавит своего темперамента, я думаю, что он выиграет. Ну, команда реально сильная. Я во время игры даже чувствовал, на какие вопросы они ответили, на какие нет. Поэтому, если бы даже сегодня команда Ровшана Аскерова была, я думаю, что она могла бы выиграть, потому что были несколько вопросов, на которые они ответили. Но, опять-таки, игра вещь непредсказуемая, стол круглый, волчок вертится для всех одинаково, и вопросы примерно одинаковые по сериям. Поэтому здесь больше всего будет зависеть от сыгранности команды, от данного конкретного случая, данной конкретной игры. Но, учитывая предыдущие заслуги, состав команды, сыгранность, то из всех команд, которые вы перечислили, самая сыгранная на сегодняшний день, самая большая игровая практика – это команда Ровшана Аскерова. Дело вам большое. Спасибо за интервью. До встречи в новых играх нашего клуба. Вам спасибо.